приветствую было принято решение попытаться пойти через фабрики если повезет мы конечно отогреться не успеем но в какой-то момент сможем убрать отсюда рабочих и перенести их на пропитание мы если повезет то может даже по тихонечку будем улучшать строение но это уже после фабрики хорошо наверно пропавшие дети к нам потерявших выски в этой тропе достигла города среди них пропавшие дети их родители вместе от радости плюсик в ландерже внизу что ожидаем 2 дня можно через день 14 часов все 14 часов тут едва ли что да да недовольство еще тут буду не высказывать так рабочие мощность минут так берегушка это деревня должна была снабжать наш город едой машина везла сломанный ледоруб ледобур с помощью которого мы рубили большие проруби для подлёдного лова рыбы мы можем починить его и возвести здесь аванпост либо разобрать и получить одну правую игру но блин не буду ржать им с аванпостами возиться и нет сначала сюда на забыл снести здесь работает и и и и и и и Разведчики уходят тут, не охота их случайно упустить Снимаем Мак, хотя зря, сейчас они наверно в плюсе или нет, нет не в плюсе Там болеют тут, ну да конечно вот Так смена, так включить, так включи, смена повышенная, смена должна быть повышенная Сейчас я без рубля останемся при том Так, нормально Так, это включили, форсаж пока не нужен Надеемся по крайней мере Фабрика Ну в принципе вот здесь можно поставить Можно ли что изучить? Легкие сами уже поздно Так что если все, то это все Воздушные охотники больше еды, так тех охоты меньше народу Вот в принципе перестаряются умные случаи Ладно, начинайте Надо бы только создать инженеров Ииииии 23 часа Один день Хм Есть даже шанс, что успеем А хотя нет, может их надо провести, я просто не обратил внимания Училось, когда мы уже их возвращали или только когда находили А вот сейчас и узнаем Пять инженеров нужно, у нас всего два Он скажет, что вот здесь вот инженеры, да Штаны просиживали Сто древесины, сто стали Ждем сто стали Тут рабочих поставим обратно Им это и не надо Так, можно даже здесь снять Ух ты, что инженеры трудятся, кстати Так, тут вот здесь нет рабочих Так, где у нас кто? Рабочий инженер, рабочие инженеры Ну, пока что маловато рабочих Зато я неожиданно выяснилось, что инженеров у меня оказывается очень-очень мало Нажали не способствовать не могут Хотя да, конечно мастерская Тут две не втиснутся Одну можно поставить сюда, в любом случае мне приходится обогревать Там Хотя и вторая, я смотрю, вмещается вполне себе Ну, в шах наверно Ну да, вот так это будет странновато распределено Зато, как говорится, не замерзнут Так, часть работы закончилась Ночь они переживут, это хорошо Тактика охоты Тактика охоты Меньше рабочих О, прекрасно Значит, нужно еще хоть что Хижинку поставить Так, сколько у меня Семь хижинку получается Маловато будет Ладно, дальше пойдем уже через улучшение Надеюсь, сильно они Не забалуют Вот через вот это, в смысле, улучшение Лазарет было бы неплохо изучить Ну, угля у нас Углубается меньше Оптимизация Хотя нет, вот это вот тоже Неплохо сбережет А это отход, но холод у нас только через сутки Угу Меньше тратить будет Так, инженеры Старый сарай Кто-то дастик старого сарая Кто-то дастик старого сарая Ммм Спецклад чисто забрали на дрова Остатки кострища скрыты внутри Между штабелями ящиков замороженной рыбой Брошены рыбаки Осматривая хранилище Мы нашли записки о грузах Полученных от рыбацких хозяйств озера Несколько страдок были вырваны Последняя запись гласила Нас бросили Я соберу ребят И мы отправимся в плавный лагерь Пока не закончилось рыба и топливо Не взять ресурсы На базу там уже, а хотя нет Сюда вот К изгибу И мы еще сколько летим? 15 часов 17 часов Ладно Вот это у нас здесь свободные руки Посмотрим Так где там подбиватель? Надо выделить Так На продленку ставим Так На продленку ставим Инженеры у меня будут на продленной схеме Хотя в принципе и стали добытчики Они уже на продленной Да У них любит хранение, а тут не хватает Ну хотя конечно еще Продержится немного Продержится немного А утром настало Ух 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 Сколько-нибудь уже всё таскают? Блин. Повышный эффективность. Повышный обогреватель. Надо ли, надо ли. Лазарет охотники. В бараке. Провойственной земли. Начать. Белое ущелье. След едва различим. Пары ветра свистят в узком ущелье между скалами. Думается запах костра. Наши люди где-то рядом. Выжившие. Ведомые глуп сами. Когда мы вышли из ущелья в маленький лагерь, он взорвался радостьми, взрослыми и приветствиями, заглушив даже бой ветра. Вы из города? Спросили нас кто-то из беженцев. Он обречённо вздохнул, услышав ответы, рассказал нам о всеснающих инженерах, которые повели его группу не тем путём. Нашли сломанное дерево. Ох, это 50 человек ещё. У меня там, кстати, по-моему, бездомные были. Они не считаются. На чём там мысль остановилась? На каком великом плане? А, нет, считай. Ух. Счастье-то какое. Хотя это было близко. Спасти наших людей. Вы спасли всех. Получилось. Наши друзья и близкие, братья и сёстры, мужья и жёны спасены. Мы стали сильнее. Вы доказали, что вместе мы способны достичь невозможного. Рад это слышать. Получилось, все выжили. Нам, глянь, показалось, что надежда упала. Хорошо, значит, они пока идут. Почти сутки. Мы ждём. Так, появилось 100. Они, скорее всего, не успеют сзади, поэтому не будем продлить смену. А вот подогреть их всё-таки надо. А затем пора делать упорную еду. Паровой старолетейный завод. Так, где тут у нас? Ой, не туда. Старолетейный завод. 40 древесина стали. Больше стали. Хорошо. Мы ждём, пока это работает. База снабжения. Хижина развалилась, но в ней всё ещё есть ценные предметы. Древесина и еда. В хижине мы нашли несколько тяжёлых сундуков с ценными припасами. Древесина и еда. Так, вы... Да что ж такое? Эти... Мне разведчики нужны, что ли? Нет, вот сюда вот. Куда до ущелья, потом до дерева. Здесь пойдут в последнюю очередь. Ах ты ж. Похолодание движется. Ну, в принципе... Ночь на форсаже. Может их отопадяем. Ну, честно, не вижу нормальной возможности их. Сейчас обогревать. Просто не успеваем. Впрочем, появится автоматон. С углем станет чуть-чуть полегче. В теории. Юная пара. Капитан, юные супруги попросили передать вам записку. На пути там разлучились и отчаяния доливал у нас. Спасибо вам за то, что мы снова вместе. Нам не хватит слов, чтобы уговорить вас. Понятно. Еще плюсик надежды. Еще плюсик надежды. И они всего еще все болеют. Забываем. Выключать на ночь. А, уже утро. Хе-хе-хе-хе. Эх. Ну, хоть на минутку сэкономили. Да и похолодание сейчас придут. Ребята, давайте быстрее автоматон строите. Ух-та. Не почти успели. Да я понимаю, что холодно. Быстрее автоматона. Так. Ребята, вы идете отсюда. Не надо. Все. Не обогреваем. Так. Эта штука она почему не работает? А, она работает. Просто температуры не хватает. Так уж люди есть. Да, тут и здесь люди. Как-то невыгодно. Гиду хоть не готовят. Просто непонятно. Ладно, катагиваем. На ночь, конечно, форсаж придется включать. Это же полбеды. Автоматом появился, прекрасно, пошел вкалывать. И улучшили хижины охотников. Ух ты, стали сколько требует. Ну ладно. Кида важна. Просто хотелось бы еще автомату на вторую шахту. Но желательно на вот эту вот поставить-то ладно. Стали это еще не беда. Мазарет. Стоит ли его изучать? Конечно стоит. Вопрос только в том, переживем ли мы все это. Сколько стоит? 50 стали, кстати. Что там по углу? Больше, чем надо. Это радует. Попробуем начать лазарет. Потому что... Или все же... Да. Лучше теплые дома. Совсем зыл почему-то. Урона мыслей, что только за счет генератора можно их урезонить. Столкновение с лордами. Нависшие угрозы. Капитан Дозорный с маяка докладывает, что к нам движется большая группа чужаков. Похоже, что это лорды. Наши люди боятся, что разбудется их худший кошмар. Мы умрем в этом леденном аду, если они прогонят нас отсюда. А если позволят остаться, сделают из нас рабов. Надо готовиться к бою. Ясно, понятно. Столкновение с лордами. Перспективно. Перспектива прибытия стольких лордов в город вызвала вполне понятную настороженность. Конфликт людей разных социальных классов может угрожать будущему города. Возможно, в следующие несколько дней устройство вашего общества полностью изменится. Что? Ох. Стоп, стоп, стоп. У нас куча проблем. Найден заблудивший беженца. Так, сэр, бежит свернувший не туда у белого ущелья, добрались до нашего города. Они осматриваются на новом месте и нуждаются в горячей пище и теплых постелях. Прекрасно. Где-то, я так понимаю, лорды? Ну, у них 50 рабочих. 15 инженеров. Я обычно думал, что они будут образованные. Ну, и дети. К детям, конечно, претензий никаких. Кстати, значит, претензий. Сталь. Так, здесь. Здесь можно поставить. Правда, много обогревателя надо будет строить. Да, это и так ясно. Блин, как неудобно сейчас это выходит. Ладно, пусть строится. Шустро они притопали. Так, разведчик. Ты чего? Потопал. Их там в погоне маленькая телешка. У нас тут еще бездомные. Что? А, давай к дереву. Что случилось? Труд без конца. Да ебрасота. Давай с ним много усилиться. Ну, да. Прямо так немного. У меня здесь 50 бездомных. Еще придет. 100 бездомных. Куда я их селить должен? К нам это ничего не даст. Ужас какой. Стоп. Да. Я же Тинзо так и не ушел. Нацистая. Прямо ловить. Опять ничего не изучаем. Да что ж ты будешь делать? Оптимизация добычи вугля. Стали нету. Прекрасно. Просто слушаемся так лады тогда. Так, выключите пока. Это мало ли. Болеют и болеют. Болеют и болеют. Автомобород выкалывает. Ой, блин. Холодное жилище. 15 домов. Ну, попытаемся. Молодцы, конечно, они. Ну, в принципе, автомат он держит пока что планку. Но нам срочно нужно третье улучшение генератора. Уложимся ли за два дня. Есть сомнения. Заметно, да? Пригодится как ориентир. Нашли трактор и паровой грузовик. Я же их уже хотел домой отправлять, а? Почему они вечно что-то находят? Так, где тут еще идем? Паровой центр. Мы здесь корресор разместим в госпиталь. Если он когда-нибудь появится. Наверное, здесь дорожку как-то проложить. Ну, ладно, пусть так. Где их селить? Раз, два, три, четыре, пять. Еще бы предположить, сколько госпиталь занимать. Не помню совершенно. Просто не хотелось бы потом сносить их дома. Это лишняя возня. С другой стороны у нас выбраться особо не будет. Ну, что? Опять странные звуки. А почему себе зиды? А, да, у нас же 300 с лишним человек. Они безоружны. Столкновение с лордами. Капитан, идущие к городу люди безоружны. Какими бы ни были их намерены, напасть они не смогут. Но наших людей мы учат опасения. Это уловка. Они хотят застать нас в расплох. Лорды хитрые. Эти паразиты делают что угодно, чтобы отомстить. Вот, увидите. Угу. Понятно. У меня волной другое. То, что у нас еды не хватает. Выше все болеют. Так. Да. Ставка на автономронах не оправдалась. Мы просто не успеваем их произвести из-за того, что постоянно про беженца. И мы не можем изучить третью степень. Стали нет. Значит говоря, сейчас мы вот где-то провалим это задание. Минус надежда. Все такое прочее. Ну ладно, по жертвам хоть чем-то. Назарет. Отопление бытователя. Кстати. Да. И скоро будут холоды такие лютые-лютые. Выглядит ли и так не справляется. У меня только непонятно, почему здесь жарко. А, правильно. Паровой стальной тени. Не гитить. Совсем забыл. Начинаем. Пошел. Трактор они нашли. чем ударил надо еле болеть просто надоели два бездомных пусть хотя да все равно придется застраиваться 10 1 2 3 4 5 6 7 может 8 9 10 где-то здесь и вместе пока что не вижу это вот тут вот в дискинце показываю что отопливается хорошо этот трактор снегоход пострадал в аварии без освобода бульда возможно ночью и во время снежинку и передняя часть трактора снегохода был разбит в дребезги внутри мы нашли два черневших трупа немного припасов семейные фото и письмо из лондона она гласила самые лютые холода еще впереди но нам не говорят когда они ударят жаль что мы с дочкой меня отправились идти раньше на теплый север мы поедем и помчимся наш крайний теплый север один день вперед не работает стали улучшаем но пока что без особых результатов сейчас еще лазреет создаем да вполне так ладно опять что-то забыл пресследование ну чтож дождемся значит в следующий раз а на этом пока что все